Здравствуйте, это АПТАК Парад. Я Лина Карелина. Расскажу о главных событиях уходящей недели. В начале недели в Кустанай состоялась традиционная августовская конференция, где обсудили развитие сферы образования, ремонт и строительство школ, повышение квалификации педагогов. На встрече присутствовали работники сферы образования, руководители различных ведомств. В завершении мероприятия выдающиеся педагоги области получили награды от имени главы региона. Лидия Сапожникова, учитель-исследователь самопознания в общеобразовательной школе номер 2 города Тобыл. В сфере образования женщина трудится вот уже на протяжении 35 лет. Сегодня педагог получает награду из рук Акима региона за большой вклад в развитие сферы образования. Воспитанники Лидии Сапожниковой неоднократные призеры различных первенств и олимпиад. К примеру, совсем недавно ученики под ее руководством заняли первое место в конкурсе социальных проектов. Это совместный труд сотрудничества психологической службы, прежде всего отряда волонтеров. Мы реализовали проект по работе с детьми с особыми образовательными потребностями, которые не подлежат обучению в общеобразовательных школах. Это дало возможность детям социализироваться, наше общество. Дорогу в жизнь мне дала моя первая учительница Батыра Адамикена Нуарбековна 50 лет назад. Быть учителем – это значит быть ответственным. Ответственность за жизнь, здоровье детей, за те знания, которые ты даешь. Молодым хотелось бы сказать – дерзайте, будьте лидерами, помните о том, что самое главное – это доброта и любовь к ребенку. В сфере образования важна роль и тех, кто готовит качественные кадры для школ региона. К МСБК Кулисова работает заместителем директора Кустанайского индустриально-педагогического колледжа. Начала свою трудовую деятельность женщина в 1987 году учителем математики. Сейчас вот уже седьмой год я работаю заместителем директора именно колледжа. Мне нравится эта работа. Вообще-то я с детства мечтала быть учителем. Это мое призвание, я считаю, что это работа, которая, знаете, для души, что ли, это мое хобби – быть учителем. Традиционно августовская конференция началась в Фаижа Старсарае. Здесь были представлены разработки в сфере образования и краткий обзор проделанной работы. К примеру, в выставке приняли участие специалисты филиала Центра повышения квалификации педагогов. Сегодня наш центр, лидирующий по профессиональному развитию педагогов республики. Сегодня нами разработано более 200 программ по предметным компетенциям, по межпредметным компетенциям. Сегодня мы создаем условия для развития педагогов, для непрерывного развития педагогов. У нас есть четыре периодических издания, которые мы издаем. Два республиканских. Одно входит в базу цитирования России. Публикация для педагогов республики в них бесплатная. Кроме того, мы разрабатываем методические пособия для того, чтобы педагоги могли легко адаптировать. Полученные знания в своей практике. И с этого года мы внедряем новое, новшество, инновацию. Это постоянное сопровождение педагогов после курса. В текущем году бюджет образования области составляет 149 миллиардов тенге. На сегодняшний день в 782 организациях образования региона обучается около 166 тысяч детей. И трудится более 36 тысяч работников. На местах принимаются все необходимые меры для создания качественной образовательной среды. В регионе активно решаются инфраструктурные вопросы. Так, в новом учебном году в Корабалыкском районе будет введена эксплуатация школы с государственным языком обучения на 320 мест. Также дополнительно в городе Кустанай строятся еще две школы в микрорайонах Берике, Кунай. В целом до 2025 года в области будут открыты 14 новых школ на 9120 мест. В год детей одной из основных задач является расширение возможностей для самореализации каждого ребенка. Знаменательно, что именно в этот год в областном центре начнется строительство современного смарт-центра с охватом 1200 детей. Две смены, где будут работать кружки моделирования, робототехники, виртуальная реальность, а также химико-технологические лаборатории и многие другие. Для создания комфортных условий обучения ежегодно проводятся капитальные текущие ремонты. В частности, в этом году на ремонт 108 объектов образования выделено более 7 миллиардов тенге. Укрепляется материально-техническая база. На эти цели направлено 2 миллиарда 200 миллионов тенге. Благодаря этому обновлены спортивные оборудования, ученическая мебель, закуплены новые учебные кабинеты. В стем-лаборатории будет обновлен парк школьных автобусов. Стоит отметить, что расширяется и система частных школ. До конца года в городе Кустана откроется лицей КАЗБЛМ с углубленным изучением казахского языка, ориентированной подготовкой к предметным олимпиадам и школа предпринимательства с углубленным изучением английского языка КАЗГУСКУЛ. То есть принимаются конкретные меры со стороны государства и бизнеса по обеспечению доступности образования. В новом учебном году в сфере образования вводится ряд новшеств. Это коснется более 112 тысяч школьников. Так, учащиеся в первых классах с государственным языком обучения не будут изучать русский и английский языки. Изучение русского языка начнется со второго класса, английского – с третьего класса. А первоклассники школ с русским языком обучения английский также начнут изучать с третьего класса. С целью ранней профориентации детей в первом классе художественный труд разделен на два предмета – трудовое обучение и изобразительное искусство. Также в школах с учениками целенаправленно будет работать педагог-профориентатор. С пятого по девятый класс второй год будет вестись курс по развитию жизненно важных навыков глобальной компетенции. Отмечу, что в разработке занятий по данному курсу приняли активное участие 23 педагога нашей области. Кроме того, новшества коснулись и продолжительности учебного года. Он начнется 1 сентября и завершится 31 мая. В целом дети будут учиться 173 дня, отдыхать 192. В школах обязательно вводятся 5-дневные рабочие недели. В целях обеспечения прозрачности при трудоустройстве, устранения коррупционных рисков, внедрена система конкурсного отбора педагогов и ротация директоров. На сегодняшний день уже ротировано 42 руководителя. В среднем образовании необходимо сократить разрыв качества знаний между городскими и сельскими школами. Да, большая часть наших школ являются малокомплектными. Поэтому акимам районов и городов на местах необходимо создавать условия для привлечения и закрепления квалифицированных специалистов на селе. Управление образованием области продолжит модернизацию сельских школ. К примеру, в текущем году есть 20 ремонтируемых школ, где мы проводим капитальные ремонты. В завершении конференции глава региона поручил строго соблюдать все санитарные требования в организациях образования, своевременно обеспечить ревакцинацию работников образовательных учреждений. Архимед Мухамбитов поручил акимам городов и районов держать на особом контроле ход ремонтных работ и своевременно подготовить учебные заведения к отопительному сезону. После Аким области торжественно наградил почетными грамотами, нагрудными знаками педагогов, которые внесли большой вклад в развитие системы образования области. Глава региона уверен, что задачи, поставленные на данном совещании, будут воплощены в жизнь. Владислав Уваченко, Бахтия Жантаев, телеканал Кустанай. Мечта иметь свои квадратные метры есть у каждого. Благодаря ряду государственных жилищных программ она все чаще становится реальностью. Именно поэтому Акиматом Кустанайской области совместно с филиалом от Басыбанка разработана программа ЖАЗ Шанрак. В рамках новой программы граждане в возрасте до 35 лет смогут приобрести квартиру в ипотеку по ставке до 5% годовых. А сумма первоначального взноса составит всего 10%. Инициатива создания программы доступного жилья для молодежи принадлежит Управлению общественного развития. Руководство области и депутатский корпус ее поддержали. Спустя некоторое время региональная программа ЖАЗ Шанрак была разработана Акиматом Кустанайской области совместно с областным филиалом от Басыбанк. Она подразумевает кредитование молодежи на приобретение жилья за счет совместных средств Акимата области и АО от Басыбанк. Не рассчитано на молодых специалистов востребованных профессий. Тот, кто возьмет сумму максимальную 15 миллионов, первые 8 лет будет платить 116 500 тенге. Это фактически равняется сейчас аренде чужой квартиры молодой семьи. По истечению 8 лет, как только он выполнит все условия, платеж упадет до 60 200 тенге. Фактически в два раза. Вот когда платеж упадет в два раза, можно будет уже семью расширять как раз. И я надеюсь, что наши молодые кустанайские семьи увидят этот механизм. И остальные, кто будут участвовать в конкурсе, откроют депозиты и будут двигаться самостоятельно, может быть, в рамках других программ. Или же отдельно смогут накопить 50% и станут новоселами. Для участия в программе нужно соответствовать определенным критериям. У заявителя должно отсутствовать 5 лет жилье, как и у его членов семьи. Возраст участников не должен превышать 35 лет. Стаж работы от 6 месяцев. Доход за последние полгода на одного члена семьи не должен превышать 6 прожиточных минимумов. 216 108 тенге. Список участников будет составлять специальная комиссия. Будут начисляться специальные банны. Баллы. Независимая комиссия составит этот список. Что мне нравится, баллы будут за каждый год семьи, прожитые в браке. То есть мы прежде всего поддерживаем наши молодые семьи. Баллы будут за каждого ребенка, которого воспитывает эта семья. Я думаю, что вот такие ценности семейные, они очень важны. Как отметил Архимед Мухаммедов, строительству жилья в регионе уделяется огромное внимание. Руководство области заинтересовано в поддержке молодых семей и специалистов. Необходимо обеспечить прозрачность процесса подбора претендентов. Также нужно активно проводить информационно-разъяснительную работу по реализации новой жилищной программы. В текущем году она будет реализована, как уже Лиза Теркенова говорила, в областном центре города Кустанай, в пилотном режиме. 700 миллионов тенге. 350 миллионов тенге мы выделили и 350 миллионов тенге выделил Лонд-Васса Банк. В следующие годы мы будем увеличивать. И как минимум 50 семей молодых в этом году получат жилье. А дальше уже будем увеличивать. Кроме города Кустанай будет охват уже других городов. В следующий год Рудный, Лисаково, Четовара и другие города. А потом уже пойдем по районам. Через 3-4 года уже охватим всю область. Это 16 районов и 4 города. В завершении встречи было подписано соглашение между Акиматом Кустанайской области и АО «Атбасы Банк» о взаимопонимании, взаимодействии и реализации региональной программы «ЖАЗ-Шанрак». Владислав Уваченко, Руслан Жабаев, Селеканал, Кустанай. Архимед Мухаммедов ознакомился с ходом реализации молодежных проектов в Кустанайской области. Ряд новых инициатив запускает молодежное крыло Жастар-Рухэ партии Аманат. Для раскрытия потенциала сельской молодежи стартовал проект Орлеу. Уже сформирована команда из тысячи квалифицированных менторов, которые будут помогать молодым казахстанцам в изучении новых дисциплин и технологий. В настоящее время молодежь – самая большая социальная группа в стране. В Казахстане проживает более 6 миллионов человек в возрасте до 35 лет. Поэтому для Казахстана очень важно поддерживать данную категорию граждан. Представители активной молодежи рассказали о Кимобласти, о прошедшем неочередном съезде молодежного крыла Жастар-Рухэ, где собрались более 350 делегатов со всех уголков страны. Как итог такой встречи – запуск новых широкомасштабных проектов. Например, сейчас идет работа над созданием цифровой площадки «Тарих», где будут представлены исторические документы и фильмы на казахском и английском языках. Помимо этого запускается большой проект «Айтихакатон». Буквально на прошлой неделе Жастар-Рухэ и Асанаха подписали меморандум о сотрудничестве. В рамках этого меморандума будут выдано 3000 ваутеров молодым ребятам, которые хотят обучаться IT-специальностям. Цена одного ваутера – до 600 тысяч тенге. У нас в республике более 50 IT-школ. Это очень востребованное направление. И также, помимо этого, будет в каждой области проходить отборочный этап большого республиканского IT-хакатона. То есть сегодня в нашей области уже есть IT-специалисты, как студенты, так и уже стоявшиеся. Среди них мы проведем отборочный этап буквально уже этой осенью. И в дальнейшем наши ребята поедут на республиканский уровень. Для открытого обмена мнениями и идеями во всех регионах будут проводиться заседания диалоговой площадки. А Академия волонтеров позволит объединить добровольцев разных направлений. Все это – результат кропотливой работы по итогам съезда. Прошел ребрейник нашей организации «Молодежные крыла». Если все помним, как мы называли «Жасутан», теперь мы называем «Жастар-рухэ», за модернизацией пошли и наши новые проекты. Определенно это проект «Орлео», очень большой проект по развитию потенциала сельской молодежи. Сегодня у нас будет телеграм-канал, в котором будут менторы со всей области по разным направлениям. Это известные люди, имеющие определенный ряд достижений и опыт, которым они могут поделиться перед своими менти-учениками. То есть любой молодой человек может зайти в телеграм-канал, выбрать область, выбрать свой район, посмотреть пул менторов, может даже не своего района, связаться с ним и уже индивидуально с ним работать. Потому что развитие именно человеческого такого капитала. Второй большой проект – это «Айтиха Като». «Жастар-рухэ» и «Асанахат» подписали меморандум о сотрудничестве. В рамках этого меморандума была запланирована большая образовательная платформа. На этой образовательной платформе будут выделены 3000 ваучеров для молодых ребят, которые хотят обучиться IT-специальностям. Ваучер предполагает сумму до 600 тысяч тенге. Как отмечают члены партии, принятые решения становятся одним из шагов обновления, который определил глава государства. «Жастар-рухэ» будет неустанно работать над формированием нового поколения казахстанцев, стремящихся к знаниям и науке. Валентин Панфёров, Руслан Джабаев, телеканал «Кустанай». Кроме возможностей приобрести жильё, у молодых и инициативных казахстанцев немало шансов открыть своё дело. В Казахстане стартовал приём заявок на конкурс «Таульсездык-урпактаре», который поможет выиграть грант в 3 миллиона тенге. Основная цель – это поддержка творческой молодёжи, а точнее их идей и проектов. Желающие могут подать заявку до сентября. Подробности в материале моих коллег. Конкурс «Таульсездык-урпактаре» был учреждён главой государства в прошлом году. Его посвятили важной дате – 30-летию независимости страны. Главная задача – поддержка новых и действующих проектов талантливой молодёжи. Благодаря конкурсной комиссии будут отобраны 30 победителей, каждый из которых получит грант на сумму 3 миллиона тенге. В том году также этот проект реализовывался. Были отобраны 30 лучших проектов, которые были награждены с рук президента страны. Также хотел бы отметить, что это очень хорошее возможности для молодёжи реализовать свои идеи, проекты, потому что 3 миллиона – это очень хорошая сумма для реализации своего стартапа. Как скажем так, стартап проекта. Этот проект очень масштабный. который отражает нынешнюю поддержку молодёжной политики. Если у молодёжи есть какая-то идея, то это очень отличный проект для поддержки социальной идеи и проектов молодёжи. Конкурс стал ежегодным и дал старт теперь уже доброй традиции. Организаторы уверены, получив грант, победители реализуют не только действующие проекты, но и вдохновятся на создание ещё более масштабных идей, которые, в свою очередь, помогут раскрыть их потенциал в полной мере. На присуждение гранта могут претендовать граждане Республики Казахстан не моложе 14 и не старше 29 лет на момент окончания приёма конкурсных заявок. Стоит отметить, что гранты присуждаются для реализации новых идей и инициатив творческой молодёжи по разным направлениям. Участники должны подготовить свои проекты по пяти основным направлениям. Это наука, культура, информационные технологии, бизнес, а также медиасферы. Увидеть и поддержать инновационные проекты и научно-технические разработки молодёжи крайне важно, ведь они представляют практический интерес для социально-экономического развития страны. Культура направлена на реализацию историко-культурного направления, национально-исторического тоже. Медиа – это на реализацию новых медиапроектов, как-то каких-то молодёжных, популяризация молодёжных медиапроектов, новый контент. Бизнес направлено – это будет реализация, ну, как поддержка молодёжи стартап-проектов, на новые приоритетные сферы бизнеса. Потом наука – это больше как исследование, научная деятельность, приоритетная политика, ну, государственная научная политика и так далее. Направление информационных технологий, где будут поддерживаться молодёжные IT-проекты, там любой, кто может придумать, там, продолжение сайта и так далее. Стоит отметить, что желающие могут подать конкурсную заявку до 13 сентября. Она должна содержать описание проекта, видеопрезентацию не более минуты, проект сметы расходов и сведения об интеллектуальной собственности. Алмажина Манкельдинова, Олжаси Синджигитов, телеканал «Кустанай». Повысить уровень благосостояния и помочь сельчанам увеличить свои доходы. Масштабный информационный марафон по проекту «Аул Аманаты» реализуемой партией «Аманат» совместно с правительством продолжает свою работу в Кустанайской области. Специалисты информационной группы уже встретились с жителями ряда сёл. Впереди ещё 40 населённых пунктов. Подробности. Программа повышения доходов населения до 2025 года была утверждена президентом страны в апреле. С этого момента началась масштабная работа. У сельских жителей появилось больше возможностей для начала собственного дела. При желании можно оформить льготный кредит с годовой ставкой 2,5%. Получить помощь при создании кооператива и оформлении техники в лизинг. В рамках этой программы партия «Аманат» совместно с правительством реализует проект «Аул Аманатэ». В целом население принимает программу с энтузиазмом. Программа очень хорошая. Программа глобальная, масштабная. Но существуют, конечно, сложности. Какие сложности такого плана? Потому что у нас уже был опыт с 17-18 годов построения сельхозпроизводственных кооперативов. Кто-то сталкивался с этим опытом. У кого-то есть очень хороший опыт, у кого-то, наоборот, негативный. Поэтому мнения различные. Но в целом программу воспринимают с большим хорошим энтузиазмом. Партия «Аманат» поддержала реализацию данной программы и начала информационно-разъяснительную работу среди населения. Как отметила бизнес-тренер проекта Гульсун Абдулина, недостаточно оказать финансовую поддержку для совершенствования осёл и обеспечения занятости населения. Гораздо выгоднее показать путь дальнейшего увеличения дохода, оказывать консультации, поддержку развития как индивидуального предпринимателя. В настоящий момент мы отработали Североказахстанскую область, Акмолинскую область, охватили 74 села. И второй день работаем по Кустанайской области. Основная цель программы – это повысить, даже в названии заложено, это повысить доходы населения, простых людей. Кроме того, есть ещё цели – это развитие предпринимательской активности, вовлечение максимального числа жителей сёл в аграрный бизнес, и бизнес связан с сферой агропромышленного комплекса. Потом решение продовольственных проблем, и общая глобальная цель – это повышение качества жизни и уровня благосостояния жителей, простых людей Казахстана. Посетила рабочая информационная группа из Оречный сельский округ. Как отметил Аким округа, Нургеса и Смагамбитов, новый проект – это большая поддержка со стороны государства. В округ входят пять сёл – Талабкер, Новосёловка, Синовка, Рыспай и Абай. Общее число жителей – около 9 тысяч человек. Особый интерес у начинающих предпринимателей вызывает сельское хозяйство. Благодаря программе «Аул Аманатте» можно не только получить выгодный кредит, но и объединиться с теми, кто хочет открыть бизнес в сельскохозяйственном направлении. Я прошёл трёхдневный курс по программе «Аул Аманатте». Сейчас проводим разъяснительную работу. Благодаря поддержке государства для начинающих предпринимателей есть много возможностей. У нас в округе особой популярностью пользуется сельское хозяйство. Также предприниматели открывают парикмахерские. Это позволяет не только поднять экономику, но и трудоустроить безработных. Специалисты информационной группы уже встретили с жителями сел Селантьевка и Щербаковка, Алтенцанецкого района и Сороченко, Крыловка, Сарыкольского, где провели разъяснительную работу. Встречи в рамках уникального проекта планируется провести до 29 августа в 40 селах региона. Владислав Ивашенко, Бахтиар Жантаев, Телеканал, Костанай. В области наблюдается улучшение эпидемиологической ситуации. Заболеваемость в регионе снизилась почти в полтора раза. Архимед Мухаммедов провел очередное заседание оперативного штаба по недопущению распространения коронавирусной инфекции. Несмотря на снижение количества заболевших, борьба с коронавирусом продолжается. По состоянию на 23 августа зарегистрировано 54 случая коронавирусной инфекции. Если в период с 10 по 16 августа было выявлено 532 случая, то с 17 по 23 августа цифра чуть ниже 400 заболевших. Таким образом, количество заразившихся снизилось почти в полтора раза. Однако стабильная эпидемиологическая ситуация не повод расслабляться, а вирус все еще среди нас. Поэтому необходимо своевременно получить свою дозу вакцины против коронавируса. Уважаемые участники штаба, сегодня, как я уже говорил, нам надо для предотвращения дальнейшего рост заболеваемости необходимо усилить работу по вакцинации и ревакцинации населения области. На сегодняшний день первым компонентом вакцины привито 362 500 человек или 60,90%. Вторым компонентом привито 350 200 человек или 58,8%. Как и прежде, как неоднократно отмечали, слабо проводится вакцина в Желегоринском, Хустанайском, Амагельдинском, 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 Желегоринском районах, а также в городах Архалок и Хустанай. На особом контроле эпидситуация в районах Хустанайской области положительную динамику вакцинации и ревакцинации демонстрируют районы мини-бембета Малина. Во многом показатели выше среднеобластных на особом контроле здоровье детей и подростков. Препаратом Pfizer вакцинировано свыше 700 человек. В настоящее время в инфекционном населении болеющих нет. На дому лечения проходят 16 человек. Заболевание протекает у заболевших легкой формы. Вакцинация населения в районе началась в марте 2021 года. В настоящее время свою работу осуществляет 12 привычных пунктов. 100% вакцинацию прошли медицинские работники, сотрудники полиции, педагоги, работники баз, отдыха и промышленных предприятий. Общая численность вакцинированного населения на сегодняшний день составляет первым компонентом 9 914 человек. Всего по району подлежат вакцинации 15 695 человек. Первым компонентом показатели вакцинированных выше, чем среднеобластные, на 2,3%. Вторым компонентом на 2,8% выше. По ревакцинации показатели выше примерно на 13,5% среднеобластного показателя. И повторной ревакцинации на 23%. Надо продолжать работу. Понятно, мы сейчас критикуем крупные города, но население в районе Бимбета-Малина намного меньше. Для других районов, которые тоже имеют примерно аналогичное население, надо подтянуться. Для многих привитых продолжается вторая волна иммунизации. По всей области работают прививочные кабинеты. На сегодняшний день ревакцинации подлежат более 300 тысяч человек. Согласно плану, подлежит ревакцинация 340 тысяч человек, из которых ревакцинировано 154 600 человек или 45,5%. Положительная работа помечается в Афанцаринском, Новозунском и Медагаринском районах. Ниже областного показателя ревакцинации проводятся в городах Хостанай, Рудный и Лизаковск. На сегодняшний день повторную ревакцинацию получило 28 тысяч 200 человек или 76,7%. Положительная работа помечается в Корабулыцком, Бембетамалино, Денисовском, Авлюкольском районах. Слабо проводится повторная ревакцинация в городах Рудный, Хостанай, Новозунском, Ужукольском районах. По итогам заседания Архимед Мухаммедов поручил Акимам регионов продолжить информационно-разъяснительную работу среди населения о важности вакцинации и ревакцинации, а также необходимости использования средств защиты в общественных местах. Глава региона призвал население области проявить ответственность за свое здоровье и здоровье своих близких, соблюдать все правила противоэпидемических мероприятий и пройти своевременную вакцинацию и ревакцинацию против COVID-19. Валентин Памферов, Руслан Жабаев, Телеканал «Кустанай». В Казахстане проходит республиканский конкурс «Лучший сельский Аким». В Кустанайской области участие в региональном этапе приняли 14 конкурсантов, каждый из которых успешно прошел первый тур и теперь готовится к собеседованию. Подробности в нашем материале. Конкурс направлен на выявление и поощрение лучших сельских Акимов, тех, кто достиг высоких практических результатов в работе, а также внес вклад в развитие самоуправления и эффективное решение вопросов местного значения. Состоит он из двух этапов. Это на региональном уровне, то есть мы выбираем кандидата на районном и областном уровне. Второй этап – это уже республиканская комиссия выбирает кандидата. К конкурсу допускаются Акимы сельских округов, поселков, сел, которые не привлекались за последний год в дисциплинарные ответственности за нарушение норматического кодекса, дисциплинарных проступов и дискредитирующих государственную службу, имеющих стаж на занимаемой должности не более трех лет, и также которые не совершали административных правонарушений. Данный конкурс проводится уже третий год, говорят организаторы. В этом году за Пальму первенства борются Акимы сельских округов Узункольского, Алтонсаринского, Миндокаринского и Камастинского районов. Аким сельского округа, который участвует в конкурсе, предоставляет пакет документов, состоящий из заявлений, анкеты, мотивационного эссе, почему я хочу стать лучшим сельским Акима, видеоролик и проектная работа. На сегодняшнем собеседовании они защищают непосредственно проектную работу, которая направлена на развитие села. И, соответственно, попустующий вопрос задает комиссия касательно их деятельности. Юлия Новотеева избиралась Акимом сельского округа Сатай дважды. Руководить признается непросто, но за решение каждого вопроса она болеет душой. Предложению принять участие в конкурсе обрадовалась, готовилась основательно, поскольку это, говорит, большая ответственность. Я добилась установки станции сотовой связи, открытия мини-футбольного поля, открытия библиотеки, также аптечного пункта, установки пункта раздачи привозной воды. В проекте по перспективе развития села Сата я рассказала, какие проекты будут реализовываться на территории села Сатай в ближайшие годы. Это улучшение инфраструктуры села, средний ремонт двух дорог, на которые имеются уже готовые сметы, и ожидаем финансирования в рамках программы АУЛ Ельбесага. Также сейчас реализуется проект, двугодичный проект по строительству магистрального водопровода, по которому в селе Сатай будет построен стационарный пункт раздачи воды. Также буду продолжать заниматься улучшением уличного освещения. Победитель регионального этапа получит путевку в финал и сможет защищать честь области на уровне республики. Организаторы уверены, что конкурс позволит не только выявить лучшего Акима, но и поможет развитию местного самоуправления в сельских населенных пунктах страны. Алмажана Мангельдинова, Бахти Аржантаев, телеканал «Кустанай». Таковы главные новости уходящей недели. Глазами корреспондентов телеканала «Кустанай». Оставайтесь с нами, будьте в курсе последних и самых важных новостей. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова